МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хочу отметить, что люди, работающие в холл-центре, буквально с железными нервами. Потому что поток звонков огромный, это тысячи звонков в день. И у сотрудников нет даже возможности сделать перерыв на 2-3 минуты, потому что такое большое количество обращений. Партийный проект «Военные городки» стартовал в 2021 году. Их жители на протяжении многих лет сталкиваются с массой острых проблем. Куратор проекта депутат окружного совета депутатов Владимир Веницкий начал их подробное изучение и проработку. В настоящее время идет работа по созданию дорожной карты, как вы уже сказали, и план, который мы предоставим нашим жителям в «Военной городке». Чтобы они четко видели перспективу, что будет сделано через год, что через год, что через пять, а что можно сделать сейчас. Одной из основных задач, которые необходимо решить в срочном порядке, это подача электроэнергии населению в военном городке Кубинка-10. Ряд крупных аварий на местных электросетях, а также бесхозной подстанции в деревне Акулова на время оставило население без коммунальных услуг. По словам главы округа, процесс по решению этих задач уже запущен. Мы обратились в Министерство обороны с просьбой-требованием принять на баланс ресурсные организации и кабельные линии, и эту подстанцию для того, чтобы уже нести за это ответственность, ремонтировать, менять, модернизировать, и все, что по списку необходимо делать с этим хозяйством, чтобы обеспечивать бесперебойное электроснабжение в городках, в СНТ, в Акулово. Обращения с жалобами на плохую очистку улиц и остановочных комплексов от снега массово поступают не только от жителей военных городков. К процессу уборки уже подключены все возможные ресурсы. Усилен и контроль за проводимой работой. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.